Сегодня у нас интересный эксперимент. Мы проверим, что же будет, если вот эти вот предметы подключить в 220 вольт. Они рассчитаны на небольшое напряжение, поэтому результат от розетки будет крайне непредсказуем. Сейчас как грозит. Ты! Что это? О-о-о-о! Ух ты, блин! Нет, нет, он психует! Ух ты, как он разошелся! Что с ним? Что за дымовуха? А также выжмем из сети 33 киловатта света. Дуговым прожектором на графитовых стержнях. Не повторяй дома, это может быть опасно. Мы профессионалы. Нам можно! Ну что, ребят, с чего бы начать? Мне так кажется, что первый у нас пойдет шуруповерт. Но есть одна проблема. Как же в него воткнуть 220? У него несъемный аккумулятор. Поэтому, наверное, сейчас разберем и подключим 220 прямо к мотору. Хороший аккумулятор. 800 миллиампер. Какой моторчик! Я вам скажу, что это самый дешевый шуруповерт, и его не жалко. Ну, шуруповертик, покажи, на что ты способен. Ого! Что это было? Там дым, дым! Тут искра такая мощная, она прям влетела. Походу, это были щетки. Но они мгновенно почти прогорели. Не завелся, не штрикнуйся, сразу полетело. Все, мясо. Так хочется аккумулятор его разрядить. Блин, они прям просятся в сеть. Ну что, попробуем? Так, разрядка шести банок. Три, два, один. Вы видели? Он пукнул. Он пукнул. Вы думаете, это аккумулятор пукнул? Нет, это перемычки на нем. Просто перегорели. Смотрите. Переходим к следующему. Ну что, народ? Мы попробуем хлопнуть литий-ионный аккумулятор 220. Литий еще, по крайней мере, так никто не заряжал. О, Рыжик, на счет три. Хочешь ко мне? Рыжик пускай с тобой будет. Рыжику там хорошо. Раз, два. Рыжик, лучше беги. Три. Ух, ух. Рыжик, побежал? Рыжик, ты куда? Ух ты, с него слезла изоляция. Но у нас есть еще новый претендент. Это аккумулятор от скутера. Он верой и правдой служил в свой ресурс. И где-то я читал в интернете, что такие аккумуляторы можно восстанавливать, если кратковременно их воткнуть в сеть 220 вольт. Там размыкаются все замкнутые пластины, и он начинает дальше работать. Сейчас проверим. Ну что, та же инструкция. Главное, плотно до конца втыкай. А вот иди подальше, на всякий случай. Три, два, один. Сейчас как груст. Пошел по центру. 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 Как тебе звук, Антоха? Так нет, звук. Я думал, сейчас так рванет, что мама не горюй. Ого, прям электролит. Прикинь. Такой, знаешь, звук был как чайник. Подходит потихоньку. Ну, побахнет. Видно, что 220 ему явно не по вкусу пришлись. Ну, он так орал тут. На всю улицу прямо вопил. У меня есть в запасе один огроменный аккумулятор. Сейчас мы его бахнем. Обалдеть. Это хагель. Ух ты, там и маленьких еще куча. Так как он может, ну, очень мощно бахнуть, я рекомендую все ценные вещи убрать подальше. Я даже не знаю, может на земле это, на асфальте сделать? Потому что столик вдруг он его разнесет. Зато будет эпик. Если это произойдет. Что не сделаешь ради вас, наши подписчики, сейчас мы его зажарим. Или он нас. Так, плюс, минус. На нем всего 5 вольт. Ну, дохляк, короче. Раз, два, три. Провода прям, знаешь, вибрируют. Ой. О-о-о-о. Ух ты, блин. Нет, нет, он психует. Ух ты, как он разошелся. Что с ним, что за домовуха? Блядь, вы, блин, народ, посмотрите, что творится. По-моему, он работает по кипятильнику. Да, это обычный кипятильник, прикиньте. Не взрываются они. Говорили, типа они взрывоопасные, но все это он встает. Ну, что, как пахнет? Только не вдыхай, не вдыхай. Ну, обычный электролитник. О-о, посмотрите. А ну, стой, стой, стой. Вы посмотрите, что я обнаружил. О-о-о, какая зятья. Что это? Так это ж пробки. Электролит в норме. Кипел всего скорее в той банке, которая мёртвая. Вот это вот? Наверное. О-о-о, да, там нет электролита, смотрите, пластины покоробило. Вот как можно вычислить нерабочую ячейку. Ребята, вы знаете, что 11 ноября будет мега распродажа на Алиэкспресс? Скидки обещают большие, поэтому мы хотим затариться товарами для дальнейших экспериментов. А чтобы избежать переплат и найти настоящие скидки, советую воспользоваться приложением АлиРадар. Оно покажет динамику цены, рейтинг продавца и найдёт похожие товары. Так-так-так, сейчас посмотрим. Вроде на площадке 4 хода, все показатели в норме. Но 10% покупателей за последнее время оказались недовольны. Здесь на графике цены видно, как продавец сначала поднял цену, чтобы сделать скидку. Можно зайти в похожий товар и выбрать более дешёвый вариант. Он выделен зелёным цветом. А ссылочки на сервис в описании. Ну и следующая китайская балалайка. Мне её давно принесли на ремонт и вы не можете себе представить. Хозяин, как я вижу, отказался её ремонтировать. Так что мы её сейчас успешно бабахнем. Так как у неё нету сетевого шнура, то мы 220 подадим прямо туда, куда вставлялись батарейки. Понравится ей этот десерт. Столько много электричества она сможет скушать или поперхнётся. Дали. Ну, как мы ожидали, простой пук и дымок. Пошёл, смотри, какое дымище. Мегабасс. Тебе не жалко её? Очень. Интересно, возможно ли её восстановить? Сейчас я её починю. У меня есть одна идея. Тут что-то перегорело. Нам же интересно, что перегорело. Сейчас мы вам покажем, что тут могло сгореть от такого импульса. Так, переворот. И угол платы только закоптился. А вот, смотри, сгорели дорожки на усилителе мощности. Конденсатор ни один не взорвался, как ни странно. А жалко как-то. Почему не кондёры? Сейчас я его отремонтирую. У меня есть один секретный метод. Как тебе такой ремонт? Почему здесь только конденсаторы? Сейчас включим и увидишь, как она заиграет. Запоёт просто, а не заиграет с такой начиночкой. Это вроде самая опасная штука, которая сейчас будет. На счёт три. Раз, два, три. Нет, я наоборот огорчён. Почему только один? Потому что короткое замыкание. Плохо, кстати, примотали. Сейчас устраиваем коротыша, уберём и продолжим. Раунд два. Кто кого? Три, два, один. Держи. Почему мне так страшно? Дым идёт с розетки. Жесть. Роветка не рассчитана на такие издевательства. Сразу видно. Ты посмотри, что там творится. Один выжил. Смотри, они ещё могут чуть-чуть хлопнуть. Вы только посмотрите, какая дырень образовалась в конденсаторе. Капец. Вот это его разнесло. Переходим к нашему десерту. Самая страшная штука, которую можно только запятать и 220 вольт. Это наш сверхмощный электродуговой мега-фонарь. Вот он. Вы только посмотрите. Графитовые стержни. Вы могли видеть в предыдущем ролике, насколько они страшно кричат и ярко светят от аккумулятора велосипедного. А сейчас же мы туда подадим напрямую 220. Ух. Ну что, ребят. Это опасная штука. Поэтому я подготовился по максимуму. Ну что, погнали? Сразу разводи. Долго замкнут, а не держи. Идать уж что-то упало. Так, холодильник надо выдавить. Чего, жесть? Не, ну, вы слышите, что там что-то развалилось где-то. Да? Так, да. Это весело. Давай, 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 давай. Ну погнали. О, это так мощно. Ну знаешь, прям разлетаются куски. Я боюсь, чтобы... Знаешь, мне нужно лучше маску сварщика, думаю. Бежим за маской сварщика. Маска сварщика. Маскист, какая роскошь. Держи. Теперь ты в безопасности. А это не нужно. Очки не нужны. Защищал, ну, грубой. 300 ампер. Это же 33 киловатта света. Слепит, как тысяча сварок. Маскист. 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 Ты слышал, собаки загавкали. Нифига, там все сгорит сейчас. Ой, что ты делаешь? О, удлинитель кипит. Да, да, да. Вот-вот, кипит. Еще чуть-чуть и нашему удлинителю будет конец. Горячая? Она с напругой. Надеюсь, не бахнет. Ого, гляньте. Все, ей капец. У нас сгрелся один штырь и он прямо заплавился. А здесь у нас вообще ужас, она такая горячая. А, кстати, она на 10 ампер, а не на 16. Тебя обманули. Мы хотим посмотреть, что случилось с электродами. А с ними? С ними ничего не случилось. Как вы видите, у них просто выгорает какое-то напыление. Они делаются хрупкими, но не гораемыми. Ну что, ребят, эксперимент удался. Теперь вы знаете, насколько опасно напряжение 220 вольт. Ну а в следующем ролике мы вам покажем, насколько опасны мины и не разорвавшиеся снаряды. Если вы, конечно, не против. Подписывайся, чтобы увидеть это первым.